Радио Молдова. Ора экзакта. Есть ора шапте спрозача. Радио Молдова. Ора экзакта. Компенсации будут предоставляться с ноября 2022 года по март 2023 года за расчётные периоды с августа по декабрь текущего года, и они не превысят совокупную сумму в 300 тысяч на одного экономического агента. Агентство по интервенциям и платежам для сельского хозяйства сообщает, что сегодня последний день приёма заявлений на частичную компенсацию акциза на дизельное топливо, выставленное в период с 1 июля по 15 ноября этого года. Согласно регламенту, акциз на дизельное топливо компенсируется в размере 100% от ставки, установленной на этот год, или 2980 леев за тонну для микро-, малых и средних предприятий и предприятий животноводческого сектора. Другие компании, которые не попадают в вышеуказанную категорию, получат 30% от квоты, установленной на 2022 год, или 894 лея за тонну. Национальное агентство по регулированию энергетики опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которое будет действовать 16 ноября. По данным Нары, максимальная стоимость 95-го бензина составит 26 леев 86 банов на 5 банов дороже за литр, а дизтоплива 27 леев 15 банов на 11 банов дешевле за литр. При этом, как сообщает агентство, уровень стоимости топлива в Республике Молдова является одним из самых низких в Европе. Группа итальянских инвесторов готова вступить в партнерство с отечественными сельхозпроизводителями для выращивания бобовых культур. Об этом шла речь сегодня в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности с государственным секретарем Василием Шарбан. Инвесторы считают хорошей идеей выращивания в нашей стране бобовых культур, таких как фасоль и чечевица, аргументируя это тем, что они будут пользоваться большим спросом в Европе. Василий Шарбан отметил, что инвестиционный проект может принести экономическую выгоду обеим сторонам и что в долгосрочной перспективе он станет решением для увеличения содержания питательных веществ в почве. События в регионе, проблемы безопасности и энергетический кризис, с которым сталкиваются Молдова и Украина, были одними из главных тем, обсуждавшихся между спикером парламента Игорем Гроссу и послом Украины в нашей стране Марку Шевченко. Глава законодательного органа подтвердил, что граждане нашей страны все больше ощущают катастрофические последствия войны, развязанной Российской Федерацией в Украине, и сказал, что эта зима в этом году будет сложной. В то же время он был убежден, что мы пройдем через все это, объединившись. Группа депутатов Европарламента подписала письмо на имя председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором подтверждается их поддержка укрепления отношений между Европейским Союзом и Молдовой. В частности, евродепутаты призывают отменить плату за роуминг при звонках между нашей страной и странами Европейского Союза. Об этом сообщила евродепутат от Румынии Курина Крецу на своей странице в Фейсбуке. В своем письме евродепутаты отмечают сложную ситуацию, в которой оказалась Республика Молдова в контексте войны в Украине и указывают на необходимость укрепления связей с нашей страной. Европейский Союз увеличил осигнование для Республики Молдова в бюджете на 2023 год. Европейский парламент и Совет Европейского Союза достигли бюджетного соглашения, которое предусматривает увеличение на 280 миллионов евро осигнований на поддержку стран восточного соседства. Об этом заявил евродепутат Зикварид Мурешан. Он сказал, что эти деньги могут быть использованы для инвестиций в модернизацию школы и больницы, а также для преодоления кризиса, вызванного вторжением России в Украину, и для проведения реформ, необходимых для европейской интеграции. Республика Молдова получила от организации Североатлантического договора более шести тонн средств индивидуальной защиты и три аппарата искусственной вентиляции легких. Вентиляторы были переданы в Институт матери и ребенка Бельскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу Георгия Паллади. Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, планируется поступление другого оборудования, такого как электрокардиографы и медицинские аспираторы. Следует отметить, что в контексте пандемии COVID-19 НАТО передало нашей стране еще 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 100 тысяч защитных масок, 25 тысяч одноразовых комбинезонов и 10 тысяч экспресс-тестов для скрининга COVID-19. За последнюю неделю в стране было зарегистрировано 278 случаев заражения COVID-19 после проведения более 17 тысяч тестов. В то же время было зарегистрировано 6 смертей, связанных с COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения. Также в период с 7 по 14 ноября 352 человека получили первую дозу вакцины COVID-19, а 1148 – четвертую дозу. В целом, на сегодняшний день вакцинацию по полному графику прошли 1 миллион 72 тысячи 961 человек. Инфляция в Молдове на конец октября достигла 34,6%. Данные представил глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу. Согласно прогнозу, пик инфляции был зафиксирован в октябре, пишет Агора МД. По словам главы НБМ, динамика инфляции создает условия для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике с возможным снижением базовой ставки и нормы обязательного резервирования. В наибольшей степени от текущего экономического кризиса пострадали микро- и малые предприятия, на которых занято от 9 до 49 работников соответственно. Это следует из обзора деловой ситуации, проведенного Национальным бюро статистики при содействии немецкой группы экономических проектов, пишет Молдстрит. Исследование показало, что в третьем квартале этого года микропредприятия сообщили о снижении выручки от продаж на 4%, уменьшении числа сотрудников на 4,2% и уменьшении инвестиций на 8,5%. В случае малого бизнеса выручка увеличилась на 4,8%, при этом численность занятых резко сократилась более чем на 10%, а инвестиции на 9,3%. В то же время средний и крупный бизнес продемонстрировали впечатляющий рост выручки от продаж до 27%. В случае с крупными предприятиями количество работников сократилось на 7,5%, но инвестиции увеличились на 8,5%. Сегодня утром был задержан бывший сотрудник уголовного розыска Окницкой полицейской инспекции. Он подозревается в том, что потребовало человека 2200 евро за помощь в раскрытии уголовного дела, заведенного по факту вождения в нетрезвом виде. Сегодня сотрудники прокуратуры совместно с работниками НАЦ провели действия по уголовному преследованию по месту жительства бывшего следователя, у которого были изъяты вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон. Подозреваемый был задержан на 72 часа. 50-летний мужчина, объявленный в международный розыск норвежскими правоохранительными органами, был задержан на территории муниципия Кишинеу, сообщил генеральный инспекторат полиции. Этот человек из Норвегии был приговорен к аресту и экстрадиции. Обвинен в отмывании денег и банковском мошенничестве и приговорен в Норвегии к шести годам лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей в ожидании экстрадиции на родину. Число людей в мире достигло примерно 8 миллиардов. Согласно официальным данным, население растет, но гораздо медленнее, чем в предыдущие годы. Эксперты считают, что мир с населением 8 миллиардов человек – это мир безграничных возможностей. Однако сохраняется неравенство в доступе к медицинским и социальным услугам. Для того, чтобы численность населения мира достигла 1 миллиарда человек, потребовалось 12 лет. И это свидетельствует о медленном росте населения, считает постоянный представитель фонда ООН в области народонаселения в Республике Молдова Нигина Абзада. Она также говорит, что одной из важных особенностей глобальной динамики является старение населения, особенно в Европе и Америке. На протяжении нескольких десятилетий в Республике Молдова сохраняется тенденция сокращения численности населения. Ожидается, что к 2040 году население нашей страны сократится до 2 миллионов человек. Одной из причин может быть миграция, считает министр труда и социальной защиты Марчелл Спотарь. По его словам, политика министерства направлена на поддержку людей, которые остаются в стране, и создание более инклюзивного общества. За последние 7 лет население страны сократилось более чем на 8%. Государственная гидрометеослужба объявила на 17 и 18 ноября желтый код опасности из-за резких изменений погоды. По данным синоптиков, в эти дни ожидаются осадки в виде дождя, постепенно переходящего в снег. И далее коротко о погоде на 16 ноября. Синоптики прогнозируют нормальное атмосферное давление, будет облачно, местами пройдет слабый дождь, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 8, плюс 13. Вы слушали новости на Радио Молдова. В студии была Анна Чухнянко. Радио Молдова.